Я прихожу к выводу, это лично моя концепция, если вам интересно, то подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы. Но я свою концепцию основываю на положениях, во-первых, то, что мы живем в сценариях, в сценариях жизни, которые в нас заложены. Это программы, это сценарии, которые надо понимать, отслеживать, осознавать и каким-то образом уже переписывать. То есть есть программист, который программирует компьютер и какие-то там электронные устройства. То же самое ты, программист в своей жизни. Вот мне такая концепция стала, ну не то, что ближе, а она, по крайней мере, такова, что с ней удобно работать и моделировать, и переучиваться после своих старых каких-то неправильных паттернов поведения, после своих каких-то страхов. Избавляться от страхов, избавляться от комплексов, избавляться от ограничений. Итак, это первое, то есть мы живем в сценариях, которые мы должны осознать и переписать уже под себя, чтобы стать осознанными и стать полностью, как это сказать, властелителями своей судьбы. Так вот громко сказано. И второе, это кризис. Изменения любые в жизни происходят через кризис. Кризис, это по сути что, если посмотреть более глубоко, это разрушение старого, старых установок, старых концепций, старого мира, старого понимания и построение новых моделей, нового поведения, если мы говорим про психику, про жизнь. Кризис обычно случается внезапно, когда происходит какое-то, допустим, расставание с человеком, или там увольнение с работы, или не дай бог, конечно, какая-то беда со здоровьем, или какая-то травма, или какая-то авария, или какой-то конфликт, или вот что угодно. Происходит какая-то беда, только после этого человек начинает осознавать. Конечно, не всегда проблема в человеке и в его сценариях, его программах. Иногда бывает просто гопники на улице решили напасть, допустим. Ну, тут уж получается, да, что есть факторы, которые не зависят от человека, действительно, да. И тут, конечно, есть такие психологи и эзотерики, которые говорят, что весь мир вокруг тебя, это только то, как ты думаешь об этом всем, да. Измени свои мысли, и мир вокруг тебя изменится. Нет, это тоже неправильно, потому что, допустим, те же самые гопники, или те же самые чиновники, которые постоянно нас прессуют своими санкциями и разными законопроектами, не в пользу людей. Мы как бы это не заказываем, ни у кого в голове нет мысли идти против самих себя и как-то вредить себе. Поэтому есть еще какие-то внешние силы, есть внешние эгрегоры, структуры, на которые мы не можем повлиять. Но, конечно, есть определенный наш уклад мыслей, да, который действительно обуславливает те обстоятельства и ситуации, которые действительно мы привлекаем в свою жизнь, способствуем тому, чтобы эти обстоятельства и ситуации сбывались у нас. И это как раз таки и есть тот кризис, в котором мы сами ответственны, в котором мы сами виноваты, в котором мы сами притягиваем. И задача как раз таки здесь в том, чтобы сделать эти кризисы управляемыми. Если ты понимаешь, что у тебя уже в жизни что-то идет не так, что-то не получается, или ты недоволен, или у тебя не те результаты, которых ты хочешь, ты запутался, ты находишься в каком-то конфликте постоянно, ты не понимаешь, за что тебе браться, у тебя ничего не получается, у тебя там прокрастинация, лень, тебя окружают разные там абьюзеры, херузеры. Здесь в таком случае как раз таки кризис помогает, помогает сбросить все ограничения, ограничивающие установки, ограничивающие убеждения, ценности для того, чтобы разрушить старую модель в твоей голове, вот этих схем мышления в первую очередь, потом поведение, характера и всей этой реальности, а потом уже построить новую модель. Но это не так легко, не так просто, опять-таки мы все это понимаем, потому что не очень-то всем охота выходить из зоны комфорта, себя менять, приходится делать что-то новое. Это нужно этому учиться, нужно себя заставлять, а иначе ничего не будет, действительно так и есть, надо себя заставить, надо себя преодолеть. Эту модель и концепцию я вот взял за основу то, как я сам с собой работаю, и если вам интересно, пишите вопросы, давайте это обсуждать и снимать новые видосы. Спасибо всем за внимание, всем пока!